Музей «Конспиративные квартиры» пополнился новыми экспонатами. Выставку посвятили 85-летию медалей за отвагу и за боевые заслуги. Медаль за отвагу была высшей наградой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны этой медалью наградили более 4 миллионов бойцов. С момента своего появления награда стала особо уважаемой среди фронтовиков, потому что ее вручали за храбрость, проявленную в бою. Здесь на самом деле специальности у всех разные представлены. Есть и люди, которые были сначала участниками Великой Отечественной, потом ушли в колхоз работать. И более того, более заслуги – это стать почетным колхозником, нежели в войне. То есть люди, проявляющиеся. Медаль за отвагу продолжает быть государственной наградой Российской Федерации. И в наши дни она вручается участникам современных военных операций. Также в годы Великой Отечественной провели более 3 миллионов награждений медалью за боевые заслуги. Отмечали не только военных, но и медицинских работников. Вниманию гостей представлены экспонаты фондовой коллекции Ульяновского областного краеведческого музея. Личные вещи и предметы воинского обмундирования ульяновцев – участников Великой Отечественной войны. У достойных медалей за отвагу и за боевые заслуги. Гостям выставки расскажут о связистах Иване Свищеве и Василия Науменко, танкистах Юрия Козловских и Владимире Данилове, медиках Анне Атлетовой и Тамаре Крюковой. Также представлены материалы выдающегося ульяновского художника Ивана Франго, сражавшегося в Сталинградской битве. Экспозиция будет работать до 24 декабря. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Управда ТВ.